Всем привет вы на канале Крипипаста вот и новый ролик как вызвать Слендермена перед началом ролика попрошу подписаться на мой канал. Как вызвать Слендермена. Насколько обряд эффективен, судить не беремся. Сами понимаете, из тех, кто решился и пришел к успеху, никто не дожил до того, чтобы поделиться новостью об этом с окружающими. Но участники одного пыльного, ветхого и покрытого паутиной формы еще в далеком 2005 году утверждали, что все, что написано ниже, правда. Вызываем тонкого человека. 1. Обряд работает только ночью. Причем, глухой ночью, когда все спят. Сначала экипируемся. Нам потребуется. Бумага А4, 5 листов. Колода КАРТ, 1 ШТ Фонарь, 1 ШТ Карандаш, 1 ШТ Клей, 1 ШТ Тонкий скотч, 1 рулон Повязка на глаза, по количеству участников Многоэтажка с работающим лифтом, 1 ШТ 2. Ночью нужно подняться на самый верхний этаж, но ни в коем случае не на крышу. Убедитесь, что вы на крыше в одиночестве. В 3 часа ночи. С фонарем и пачкой листов. Очевидно, чтобы случайные свидетели не пострадали, или, что вероятнее, не сдали бы вас в соответствующее медицинское учреждение. 3. Ваши 5 листов, это 5 ступеней заклинания. Начинаем творить магию. На первом листе рисуем дерево. Неважно, насколько оно будет хорошо нарисовано, главное, чтобы оно выглядело как дерево. На втором листе рисуем лицо. Можно схематично, овал, нос, два глаза и рот. К третьему листу можно приклеить любую карту. Главное, чтобы масть была пиковой. Вообще, в плане упомянуто, что это не самое важное условие, но лишним не будет. Говорят, что рулит пиковый валет. На четвертом листе рисуем себя. Можно также, схематично, палка, палка, огуречек. Нет, гусары, не нужно рисовать огуречек на два листа, это туловище, а не то, что вы подумали. А вот обозначить какую-то особую примету обязательно. Например, вы можете одеть красную кепку, и синие штаны с лампасами. Вот их на рисунке соответствующим цветом и обозначьте. Слиндер должен знать, как вы выглядите. На последнем листе рисуем многоэтажный дом. Имейте в виду, количество этажей должно совпадать с количеством этажей того дома, где вы в тот момент будете находиться. 4. Теперь, когда листы готовы, наступает время обряда. Спускайтесь, и на лестничных пролитах первых пяти этажей, развешивайте заготовленные листы вот в какой последовательности. Первый этаж – дерево. Второй этаж – лицо. Третий этаж – пиковую карту. Четвертый этаж – себя. Пятый этаж – дом. После этого, если ваши действия пока не привлекли внимание жильцов и у дома еще не стоят, весело перемигиваясь маячками, машиной скорой и полиции, на лифте возвращайтесь на верхний этаж. Ждите около получаса, а затем, на лифте же, это важно, пускайтесь вниз и проверяйте оставленные ранее листы. 5. На своих рисунках вы должны увидеть изменения к дереву на первом этаже, а добавится весельник. С лица на втором пропадет рот и исчезнут глаза, останется только овал. Карта на третьем либо будет замазана черной краской, либо будет подменена на другую. На четвертом рисунка не будет, С. Лендер уже забрал ваши изображения и идет следом за вами. Вы уже подумали о новых сухих штанах? Рано. Потому что… 6. На рисунке многоэтажки вы увидите главные изменения. Напротив одного из этажей, будет нарисована метка. Возможно, черный крест. Если увидите метку напротив пятого этажа, сушите весла, ваше увлекательное приключение именуемое жизнью окончено. Если в этот момент оглянетесь, Слендер заберет вас. Можете попробовать спуститься вниз, не дожидаясь лифта, разумеется. Но, говорят, это не особо помогает. 7. Митка на другом этаже. С вами хотят поиграть. При наличии достаточного количества мужества, или отсутствии необходимого количества мозгов, заходите в лифт и отправляйтесь на тот этаж, который на рисунке отмечен меткой. Как только дверь откроется, ожидайте сюрприза. Да, кстати, если поедете на другой этаж, то, как говорят, лифт все равно привезет вас не туда, куда вы хотели, а прямиком в лапы старина Слендера. Так говорят. А правду, как вы понимаете, не знает никто. Вам было интересно? Подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на мой канал.